С ведрами, лопатами, которые пока еще выглядят старше по росту и боевым настроем. Даже младшие воспитанники первого санаторного детского дома готовы своими руками высаживать растения и делать двор уютнее. Мы сегодня с вами посадим нашу самую главную центральную клумбу. Видите, вот там у нас, да, это ваша клумба. Здесь уже у нас что приготовлены? Розы, цветы. Мы все это сегодня посадим, а весь июнь будем за всем этим ухаживать, будем поливать, да? Да. Саженцы распределены по клумбам с учетом светолюбивости растений. Барбарисы, хосты, спиреи, лилейники, розы, плодовые кустарники. Так много всего, что и не перечислишь. Все это богатство детскому дому подарили участники акции «Сад вместо цветов». В преддверии 8 марта неравнодушные нижегородцы откликнулись на инициативу благотворительного фонда «Жизнь без границ». И вместо срезанных букетов оплатили живые растения, которые будут радовать глаз много-много лет. Денег удалось собрать в два раза больше, чем планировалось. И в результате сортовые цветы, кустарники, деревья достались всем школам-интернатам и детским домам области. Огромнейшее спасибо всем, кто поддержал нас в этой акции, кто проникся, потому что смысл как раз и заключался вместо букета подарить вот эту радость живого растения, которое будет долго расти. И хотела сказать спасибо тем, кто откликнулся, и спасибо еще питомникам некоторое количество, которые нам помогли. И ряд растений нам дали бесплатно, за счет чего мы смогли себе позволить не два-три детских дома, как изначально планировалось взять в проект, а все желания, которые были нам заявлены, мы смогли удовлетворить. И я надеюсь, что этим летом мы увидим сады, клумбы, еще более классные, хорошие во многих-многих детских домах Межгородской области. Бережно и с любовью ребята пересаживают растения на клумбы. Прислушиваются к советам воспитателей и гостей, участников акции, которые приехали им помогать. Поехали аккуратненько, аккуратненько, вот так. Давай теперь сюда земельку. Надо, чтобы вот эта вся земля закопалась. Ну какой запах странный. Какой? Не знаю. Давай проанализируем. Вкуса нету. И кто сказал, что лютики-цветочки женское дело? Узнаете в этом садоводе любители звезду хоккейной команды «Торпедо-следж» Кирилла Иутина. В прошедшем сезоне он забил рекордное количество голов и принес команде победу во всероссийском фестивале детской следжи хоккейной лиги. А сейчас вместе со всеми трудится на участке. Сначала забор плели, потом забор мы из лозы делали. А потом я цветки сажал, два цветка посадил. Ухаживая за растениями и наблюдая, как они растут, дети поймут, насколько им это нравится. И в будущем кто-то осознанно выберет себе профессию садовода или ландшафтного дизайнера. Так наш старый знакомый, тезка губернатора Глеб, выбирает для посадки исключительно кустики розы. Потому что хоть и колючие, но красивые. Чуть песка, чуть-чуть этого, чуть-чуть песка, чуть-чуть этого. Она уже с бутонами. Я хотела всегда посадить розу. На Новый год я заказывала розу, но они не ужились. И тут нам привезли неожиданно розы. Мне это очень понравилось. И большое спасибо всем, кто помогали. Большое спасибо Никитине Сергеевне, которая мне помогла тут. Глеб рассказывает, что у себя на подоконнике вырастил крыжовник, кустик помидоры и тыкву. Скоро пересадит все в огород на улицу. На греках уже растет лук. Теперь будут и ягодки. Благодаря акции привезли и посадили смородину, лимонник, клубнику. Хочется прийти и попробовать ягодку. Николай Сергеевич, когда ягодки пойдут? Пойдут ягодки у нас в конце июня, начале июля. В зависимости от погоды и от сорта данной клубники. Приезжайте, мы вас ждем. Солоком ягоды попробуем. В школе-интернате номер один тоже кипит работа. Газоны преображаются на глазах. Почва здесь каменистая и копать тяжело. И приходится щедро подсыпать плодородную землю. Но отступать некуда. Нужно посадить около ста саженцев. Зато, как говорится, через четыре года здесь будет город-сад. До этого трава росла. А сейчас будут цветы есть. Мне нравится копать землю, делать грядки. Тот цветочек, который они посадили, или то яблоньки, они обязательно будут каждый день к ней ходить. И посмотреть. Я даже уверена, что у нас и ленточки появятся, и какая-нибудь традиция новая появится. Обязательно ухаживаем, бережем и лелеем. И скоро у нас, совсем скоро, будет цветущий сад с растениями, красивыми цветущими, и с яблоками. Дети стараются. И как иначе, когда к ним проявляется только внимание и заботы. Ведь пока они сажают свой первый сад, рядом на площадке им монтируют футбольное поле с профессиональным покрытием. На самом деле у нас совместилось, там делаем, монтируем футбольное поле. И вот, как говорится, проверка процесса совместилась с такой замечательной акцией. Поэтому очень доволен, что мы с детишками посадили этот сад. Поэтому очень интересно приезжать сюда, смотреть, как они за ним ухаживают и как он здесь растет. Субтитры сделал DimaTorzok Ирина Стефанюк, Александра Шеломцева, Алексей Корякин. Время новостей. Ирина Стефанюк, Александра Шеломцева, Алексей Корректор А.Егорова Ирина Стефанюк, Александра Шеломцева, Алексей Корректор А.Егорова